Поэтому, видя, что государственные компании с государственным участием диверсифицируют свою деятельность, заходя в новые проекты, и это связано с тем, что у них как раз компетенции основные по реализации проектов по новым технологиям. У них кадры, инженеры, все сосредоточено в основном компании с государственным участием для крупных проектов. В этой связи этот вопрос, конечно, актуален. Мы пока не уверены, что это нужно сделать повсеместно, но по отдельным решениям для важных проектов, наверное, по отдельным решениям правительства, такую возможность, закон, конечно, хотелось бы, чтобы он предусматривал. И, Константин уже тоже об этом говорил. Мы же не виноваты, что мы находимся в нашем швейтарной акционерке, почему, но у нас же выночные условия, остальные все выночные условия, почему другому бизнесу должна оказываться наша поддержка, а мы, соответственно, к этой поддержке не имеем. То есть получается не дискриминация, а не болезнь, да. И мы в этом плане заворавливаем условия, по крайней мере, за то, чтобы такая акция была. Сейчас ее просто нет. Ну и последнее, это возможность сохранения объектов частной собственности. Как раз вот то, о чем Константин говорил, что государство не хочет, даже в случае, если по каким-то причинам государство профинансировало большую часть объекта ГЧП, тем не менее, собственность себе получать. Ну, нет никакого желания эти активы, потому что ими надо управлять, ими надо что-то делать, поэтому, конечно, тут даже есть запросы страны публичного партнера, в первую очередь, чтобы была возможность тоже по отдельным решениям, но оставлять проект в собственности частного партнера, если он управляется, он работает, и тут государство вряд ли сможет более эффективно этой собственностью распоряжаться. Так что, в целом, мы ожидаем, что в ближайшее время, учитывая поручения президента, заседания госсовета, и с процессией правительственной, что будет набирать обороты, практика, наконец, появится, такая широкая у этого инструмента, если будут внесены изменения, то закон соответствующий, то еще более часто этот инструмент будет применяться. Сейчас вот мы, как те, кто работает с банками и частными партнерами, видим, что, конечно, пока отношение к этому инструменту довольно осторожное. Поэтому и со стороны регионов, если регионы являются публичным партнером, рассматриваются как публичный партнер, и со стороны федерации, хотя на федеральном уровне и с Минпром, и с Минеком, и с Минфином есть понимание, что отдельные виды проектов действительно нужно реализовывать по этому механизму. И они точно будут реализованы, даже если не будет сейчас, в ближайшее время, в самое ближайшее время, приняты изменения какие-то. Спасибо, Калина. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо большое. Очень нещерпывающий доклад. Я если не желаю корпорации ВПРФ, чтобы вы и, соответственно, люди, которые работают в НЧП-секторе, чтобы были услышаны и изменения соответствующие были внесены. Мне кажется, что это бизнес в правильное направление, и они позволят этому инструменту быть более широко используемым в практике структурирования инвестиционных проектов. Коллеги, время заканчивается, поэтому я бы хотела поговорить еще об этом инструменте с СПК. Напомню, он был введен в нашу практику уже больше трех лет назад. Первый закон был в апреле 2020 года. В конце прошлого года была актуализация нормативно-правовой базы связанной с реализацией заключения соглашения о защите поощрения капитальных положений. И я бы хотела попросить Георга Генадьяна, это директор Агентского блока ВПРФ, рассказать все-таки изменения, которые были внесены в законодательство. Как они повлияли на активность инвесторов в точке зрения возможности заключения с СПК. Как вы видите, развитие использования этого инструмента. Остались ли еще какие-то ограничения, может быть? Да, коллеги, добрый день. Я постараюсь дай не дублировать выступления моей коллеги на «Росе-Стайне», если серьезно, да, в практических аспектах реализации этого механизма. Но вначале хотел бы оговориться еще раз, что представляет собой ССПК, и его роль и место в инвестиционном цикле. ССПК — это все-таки механизм устарственной поддержки, а не формы реализации на сонных проектах. Поэтому надо не совсем корректно сопоставлять, и в том числе и создавать конкуренцию между формами реализации на сонных проектах, какими-то ДЧП и концессии. Как раз ССПК направлен на то, чтобы создать в том числе и в данных формах реализации стабильные и предсказуемые условия реализации долгосрочных и капитал емких затрат. Как вы, наверное, отметили, в конце прошлого года механизм был перезапущен после больше полуторагодичного приостановки. Ключевым аспектом изменения в этом нормативном регулировании в первую очередь для нас это проявление ВЭБа в качестве агента правительства во всей процедуре ССПК. Используя новыми законами ССПК, мы полномоченная организация. И проект передало нам фактически весь спектр полномочий в рамках цикла жизни ССПК. То есть мы обеспечиваем рассмотрение комплекта документов для цели заключения ССПК, изменения соглашения, ошляем мониторинг реализации инновационного проекта, в отношении которого заключена ССПК, и условия соглашения, и как некая финальная точка жизнь ССПК — это возможность возмещения затрат в рамках инвестиционного проекта, который заключен с ССПК. То есть ССПК — это в первую очередь для нас правосоглашение, обязательными сторонами которого является, само собой, организация, реализующая проект, субъект, на территории которого реализуется проект. И РФ, если ССПК, является федеральным. Федеральным ССПК становится в случае достижения минимального порога право вложений в зависимости от соответствующей сферы экономики, на которую мы пройдем. Базовое условие заключения ССПК и возможность организации претендовать со своим проектом на заключение получения данной меры государственной поддержки. То есть проект должен быть инвестиционный. Здесь базы достаточных требований, то есть проект ограниченного времени, направленный на создание на полиграфской субъектной движенности либо результат концептуальной деятельности. Здесь какой есть нюанс и аспект, что если проект направлен на реконструкцию объектов к недвижимущества, то претендовать на такое для данной меры поддержки могут только проекты, получившие вложительное заключение государственной текористизм своей проектной документацией. В иных случаях при заключении ССПК наличие такой текористизмы, такого заключения не оценивается. Проект должен быть новым. Цель этого критерия, так называемого критерия новизны, это отсечь те проекты, которые уже высокой стати готовности и меры поддержки таковая им не требуются. Критерий оценивается через три условия. То есть на дату представления комплекта документов у заявителя должно быть получено разрешение на строительство на основной объект и разрешение на строительство должно быть получено уже после апреля 2020 года. Должно быть принято решение о возрождении бюджета проекта и после принятия разрешение и подача заявлений должен будет пройти один и один год. Далее, где будет минимальным объемом предложения? Если мы говорим о региональных соглашениях, то минимальный порог это 200 миллионов для всей сферы экономики. Для федеральных все зависит от того сферы экономики, которая реализуется. Это от 750 миллионов до 10 миллиардов. В зависимости от сферы сейчас подойдет. Требования администрации реализующих проект достаточно базового для жилевой мер государственной поддержки. То есть компания должна находиться подростка, ликвидация, по отношению ее должностных лиц не должна быть административной процедурой или юридической администрации. и нововведением с СПК 2.0 является необходимость получения положительного заключения от субъекта, подтверждающих бюджетную эффективность проекта для бюджета. Это некий такой право для субъектов и возможность отказаться от проекта, который создает для них некий предпочетный директор. Но из нашей практики это просто единичные случаи были, когда регионы пользуются данными своими правами. Вот собственно и недопустимые сферы экономики и требования к киталовложению. Исключается исключение СПК для отдельных сфер экономики таких как горный бизнес, производство табачных и алкогольных продукций, производство жидкого, топлива, поднадзорный банк в России и организации, создание деловых и торговых центров. То есть такие проекты просто исключаются и возможно заключение СПК. Основная цель СПК это стабилизация условий реализации проекта и она в текущей периоде особо актуальна. Что она под собой предполагает? То есть есть перечень актов федеральных либо региональных это перечень закрытий на уровне операции это распоряжение минуэкономного развития определяется как перечень актов которые могут быть стабилизированы аналогичным образом регион делает в отношении своих актов. Соответственно компания выбирает из этого перечня те акты которые применимы для него в рамках реализации этого проекта и стабилизируют то есть в случае изменения этих актов в улучшающей положении реализации инвестиционного проекта такие акты не могут данному проекту. Особый порядок стабилизации определен в налоговом кодексе. Здесь общий порядок ведения актов налогового сбора в отношении таких компаний проекта то есть выделяются отдельно налогоплательщики стороны с СПК. В данном случае стабилизируются объекты порядок и условия отдельных налогов в отношении налога на прибыль в том числе стабилизируется ставка. И ключевым положением выделяется исключением возможностей введения новых налогов в отношении этих проектов. стабилизации срок стабилизации соответственно зависит от суммы потололожения то есть если потоложение менее 10 млрд то это 6 лет и уже 20 лет если более 15 млрд но независимо от объема потоложения 10 лет для проекта направления на реализацию сельхозпродукции независимо от объема 10 лет является сроком стабилизации иная мера поддержки она связана с стабилизацией в том числе стабилизацию можно распространить и на отдельные соглашения направленные на реализацию инвестиционного проекта это договор о предоставлении субсидий это договор о предоставлении бюджетных инвестиций предварительных договор о предусматривающей льготную процентную ставку и договор о сегулировании организации то есть распространяя условия стабилизации на эти соглашения РФ также подписывается под тем что в случае изменения этих соглашений или неисполнения данных соглашений ухудшающих положение компании также недопустимые соответственно в случае решений действий соответственно компания имеет право застать реальный ущерб здесь важно отметить каким образом реальный ущерб взыскивается определяется формируется компания имеет право из тех налогов которые будут генерированы проектом и финальный мера поддержки представляемых данных соглашений это официальное возмещение затрат какие затраты могут быть возмещены это затраты на создание объектов обеспечивающей или сопутствующей инфраструктуры процентов на создание данной инфраструктуры а также процентов на основной объект законы ограничивать эти виды инфраструктуры соответственно обеспечивающей относится та инфраструктура которая создается исключительно для целей использования инвестиционного проекта и остается в собственности организация сопутствующая это инфраструктура которая может быть использована в том числе и в последующем она передается собственность государству организации соответственно для обеспечивающей инфраструктуры возмещение затрат возможно в объеме не превышающих 50% и 100% в отношении сопутствующей инфраструктуры право на возмещение у компании возникает после того когда все право вложения компании будут уместены все объекты будут созданы а проект будет уже находиться на странице эксплуатации и на этом этапе подается заявление на замещение затрат при этом затраты ограничены теми налогов которые были вводы в следующем финансовом году заключить соглашение поставлять субсидии и возместить соответствующие затраты субсидии 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 нужно субсидии табли субсидии субсидии до Соответственно, порядок заключения с СПК. С чего он начинается и что мы рекомендуем компании в первую очередь сделать, это создать личный кабинет в реформационной системе вместо баллов уложения. Потому что есть документы оборотов, вся процедура заключения оправляется именно в данной системе. Соответственно, первичное рассмотрение СИН-проект, сейчас я буду говорить только процедуру федеральной, потому что мы сопровождаем федеральность СПК. Вся процедура заключения начинается с подачи веб комплекта документов. Закрытый перечень документов определен в составлении 16.02. Основные документы это заявления о проект соглашения, финансовой модели бизнес-план, все подтверждающие документы на объекты и в особенности решения подтверждения бюджета. Нормативный срок для рассмотрения заявления о вебе это 30 рабочих дней, но, как правило, мы рассматриваем это побыстрее. И какие здесь есть опции у веба, развилки по итогам рассмотрения. Если мы находим в комплекте документов подтверждение и нарушение условий заключения СПК, которые не могут быть установлены на какие-то критерии новизны, минимальный объем, сфера экономики, то, соответственно, мы здесь нужно уже готовить описательное заключение, направлять его в субъект и в министерство. Если мы видим иные нарушения, например, неполный комплект документов, внутренние противоречия документов, то мы направляем данное заявление на доработку. У компании здесь рабочих дней на то, чтобы устранить все замечания, и стали доработаны комплекты документов. При этом закон не ограничивает количество доработок, но мы все-таки стараемся не больше трех удовлетворить компании. Если уже весь проект готов и к этому замечанию имеется, соответственно, мы готовим положительное заключение, которое в дальнейшем рассматривается регионами. В регионах 4 рабочих дня, после подписания региона финальной точкой является рассмотрение Министерства экономического развития страны Российской Федерации. И после подписания уже в соглашение вступает в силу, после администрации такого соглашения здесь, мне кажется, очень важно, что государство, инновируя этот инструмент, подумало не только о том, какие он выгоды будет давать, но и чтобы это не уходило в бесконечность с точки зрения сроков, да? Все сроки, да. Все сроки, да. Очень важно, да, вот это вот коллегия, что есть динамика, да, которая обязывает. Все сроки четко определены, никто их не нарушает, поэтому мы руководствуем с этим. Нормативным таймингом, и здесь ни у кого проблем не бывает. Георгий, вот эта стабилизационная оговорка, да, вот налог на сверхдоходы, да, которые вот сейчас грозят с 1 января ввести, вот, как будет работать для заключенных с ССПК, заключенных до, соответственно, 1 января 24 года? Да, как я и говорил, налога стабилизации заключает вопрос. Она сработает или нет? Вот в СПК она не сработала, да? Вот, а вот как сейчас, да? Да, ну, налога стабилизации заключает введение новых налогов, и это является новым налогом, и оснований для применения налога в этом проекте нет. Единственное, тут вопрос только возникли налоговой базы на таких компаниях, потому что здесь оценивается именно в 2018-2019 годах, в 2020-2022 годах, но если такой сексердоход окажется, то введение есть и использование.